привет дорогие подписчики вы на канале леводский house сегодня у нас новый день сегодня мы как-то поздно приехали ну так получилось по работе еще чуть-чуть были вопросы поэтому поэтому у нас сегодня планы раскатать вот я купил геотекстиль сегодня еще вот ждем машину щебня должна где-то с часу на час приехать где-то вот где-то в течение часа поэтому по щебню по щебню которую мы должны укладывать на донный фильтр это щебень должен вот по рекомендациям по книгам всегда и что где-то 15 15 30 должен еще один фракций такой но здесь я у вас не нашел я нашел только 20 40 поэтому будем закидывать 20 40 на этом пока все смотрим как будем раскидывать геотекстиль не переключаемся смотрим дальше комментируем сейчас вы можете видеть как я совершаю ошибку при устройстве фильтрующего колодца если мы откроем книгу андрея ратникова автономные системы канализации глава 9 страница 143 то увидим пункт 17 в котором говорится использование геотекстильных мембран в зоне фильтрации источных вод приводит достаточно быстрому биологическому обрастанию мембраны колониями микроорганизмов питающимся органическими веществами содержащимся в сточных водах как следствие резкое снижение производительности сооружения или полный выход его из строя будьте внимательнее никогда не используйте геотекстиль в донном фильтре радует пока одно геотекстиль я использовал только на боковых поверхностях и сверху но осталось рабочим коэффициент фильтрации грунта достаточно хороший посмотрим дальнейшем как он будет справляться но жаль что в работе не примут участие боковые стены фильтров так вот ребят приехал на щебень вот такие вот дела мне кажется тоже уже будет прямо вниз лучше отъехать наверно будет вниз не надо надо еще чуть-чуть подбуду а я не знаю сколько тут но у вас вот это ну и 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 Донный фильтр для септика необходимо делать из гранитного щебня, фракции 2040, ни в коем случае нельзя использовать для септика из висков еще один, этим вы его испортите и придется его переделывать, а это большие временные и денежные ресурсы. Согласно СТЛО НОСТРОЙ 217176-2015 высоту донного фильтра для песчаных грунтов принимают 0,3 м, а для глинистых 1 м. В основании донного фильтра сублинг с камнями, но с достаточно хорошей фильтрацией. В моем случае высота фильтра получилась 1,3 м, и это только из-за того, что экскаватор немного перекопал. Что-то мне кажется тут с избытком. Достаточно? Да, мне кажется там что осталось, лучше туда догрузим. Вот так, что-то мне по моим подсчетам тут больше вышло, чем надо. Хотя, блин, вроде бы подсчитывал, как оно есть. Что-то такое, ну, больше не меньше, конечно, эту чепень можно будет куда-то израсходовать, но мне это пугает. Так что вот этот еще кусочек, который там остался, досыпем обратно в эту кучу, которая была. Вот так, ребят. А мне казалось, что я умею считать. Хотя посмотрим, может по факту так получается, что я больше закажал. А может и нет, судя по тому, как мы уже тут песок раскидывали, понятно, что бывает по-разному все. Главное води сейчас, что привозить из нас другого. Не надо было, не приходи водить. А так в целом все хорошо. Это наш друг, водитель Сергей, он уже много раз нам что-нибудь привозил, так что надо уже скоро вас будет познакомиться. Хороший такой водитель. Пойдемте рассчитаемся за щепень и начнем раскидывать его, потому что завтра у нас десетый день с кольцами. Спасибо большое за дружбу. Сергей часто к нам помогает, на помощь приезжает. Хороший водитель. И цены у него нормальные. Так что обращайтесь на визиту. Потом прикреплю или к видео где-нибудь подпишусь. Так что оставайтесь с нами. А мы дальше пошли работать. Попробуем. Попробуем. Вот так мы попрощались. Я забыл. Я забыл включить камеру. Так что попрощаемся с клиентом. Опять же говорю, не попрощаемся, а скажем до свидания, потому что еще будет очень много чего вывозить. А мы пошли раскидывать щепень. У меня почему-то этот один отпуск, наверное, запомнится. Только копать, 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 копать и еще раз копать. Напрягает уже чуть-чуть. Ничего страшного. Потом будем отдыхать в кабинете, чертить. Так что не переключаемся, смотрим дальше. Защелив щит уже просыпанным щебнем с машины, выполним распорки, чтобы сдержать давление щебня и не опрокинуть щит при дальнейшем засыпке щебня. Лучше всего разносить друг от друга септик и донный фильтр. Возводить их на некотором отдалении друг от друга. Но у нас немного стесненная обстановка получилась. Поэтому этим пренебрежем. Друзья, на этом все. У меня очень болит спина. Это последствия перетаскивания камней в кессон, которые вы наблюдали в предыдущем видео. Так что не хочу слечь окончательно и поэтому завтра приглашу в помощь двоих ребят. Эта стройка случается всякое. Так что будем подстраиваться под сегодняшние реалии. В следующей серии начнем монтаж железобетонных колец. А пока все. Если видео понравилось поставьте лайк. До скорых встреч.